Друзья, всем привет! Новое видео с Минского автоконфиската. Сегодня посмотрим, ну просили на самом деле показать спецтехнику. То есть сегодня будут грузовики, седельные тягачи, прицепы, полуприцепы. Также есть там ТОшка не так давно появилась. Ну и посмотрим, что за трактора там сейчас на данный момент имеются. Друзья, перед просмотром данного видео хочу порекомендовать вам мобильное приложение Автолом, которое поспособствует вам быстро, а главное на хороших условиях для вас, продать свой аварийный автомобиль. Также через это приложение можно продавать не только автомобили, но и запчасти. Друзья, приложение дельное, интеллективное, понятное, а главное бесплатное для того, кто через него продает. Ссылочка под видео в описании. Друзья, огромная просьба поставить под этим видео лайк, напишите свой комментарий. Всем приятного просмотра! Друзья, ну и давайте посмотрим грузовики, седельные тягачи, прицепы, полуприцепы, также трактора. Рено Магнум 2000 года, 19 260 белорусских рублей за него просит. Седельный тягач, то есть приблизительно получается, наверное, 9,5 тысяч долларов примерно. Давайте посмотрим внешний вид. Резина средней паршивости, но вот сзади, сзади резина более-менее, наверное, все-таки. Седло выглядит таким вот образом, друзья. Мост. Ну, 9,5 тысяч, просят за данные автомобили. Ну, резина, ну да, передняя, как минимум, вон, можно видеть, уже корт виднеется. Вот этот Мерседес очень долго уже тут стоит, показывал ни в одном его видео, не переоценивается, он так и стоит 4,5 тысячи белорусских рублей, там 2,200 где-то долларов. Ну, в общем, не будем здесь заострять внимание. Мерседес, 815, 2005 год, 4,2, дизель, 24 570 белорусских рублей. Друзья, совсем бегло пробежимся, посмотрим, в салоне выглядит. Ну, внутри вроде как нормально, комплектный, три места спереди. Резина передняя более-менее. Это фургон можно видеть, ну, как продуктовый. Сзади резина спарка вроде как тоже неплохая резина. Платформа такая вот. Смотри. Так, друзья, здесь МАЗ. 2006 года, 5076 белорусских рублей. Ну, понятно, коррозия, гнилой, не без этого, самосвал тоже стоит давно. Друзья, DAF XF-105 2009 года, 50775 рублей. То есть, чуть меньше 25 тысяч долларов. Резина уже под изношенная, передняя. В не очень хорошем состоянии. Тент, в принципе, неплохой. Так, здесь резина средняя. Еще один Mercedes-Furgon. Фургон 2003 года. 6,7 дизель, 21200 белорусских рублей. Чуть больше 10 тысяч долларов просят за данный автомобиль. Такой вот фургон. Резина средняя. Ну, и задняя резина вообще в хорошем состоянии. Здесь также платформа. Ну, внутрь мы, конечно, не заглянем. Ну, в целом, вроде бы целый, выглядит нормально. Еще один фургон. Рефрижератор. Это уже не Mercedes, а MAN. MAN 2013-го. 2003-го года. Модель 12-220. 6,8 дизель. 44 тысячи 928 белорусских рублей. То есть, порядка 22 тысяч долларов за него просят. Здесь автомобиль без цены. Также рефрижератор. Ивека. Ивека 2005-го года. 4 литра дизель. 31 тысяча 522 белорусских рубля. 15. Ну, чуть больше 15 тысяч долларов. Стартовая цена через интернет-аукцион. Совсем выглядит, кстати, неплохо. По крайней мере, визуально. В достойном. Ну, достойный внешний вид, на самом деле, автомобиля. Резина. Неплохая резина. Задняя также спарка. Тоже в отличном состоянии. Небольшой износ, на самом деле. Дверь задняя распашонка. Так, это прицеп 4-хосный. Одно колесо, можно видеть, отсутствует. Резина. Средняя. Ну, ценник немаленький, друзья. 2006-го года. Почти 39254 белорусских рубля. До переоценки почти 50 тысяч стоил. То есть, на 10 тысяч его оценили. Получается, где-то 1019, наверное, долларов приблизительно. Еще одна Ивека. 2003-го года. Дизель Ивека. Получается, где-то 19 тысяч долларов за него просят. Ну, состояние, на самом деле, не самое лучшее. Можно видеть всевозможные трещины. Видно, он клеился, переклеился по морде. И бампер, и пластик этот. Резина средней паршивости. Задняя резина, ну, в принципе, задняя резина неплохая. Полуприцеп этот продается уже давно. Так, насколько я помню, полуприцеп МАЗ. 2017-го вроде бы года. Кстати, раньше за него спрашивали очень часто. За этот полуприцеп. Но сейчас даже на нем ценника я не вижу. Может быть, продался или еще что-нибудь. Но он хорошего года. 2017-й, если я не ошибаюсь. Вольво FN 520, 2006-й год. 54 тысячи за нее просят. 26 приблизительно тысяч долларов. Давайте со стороны покажу, как она выглядит. Резина уже в не очень хорошем состоянии. Задних фонарей, по сути, нет. Еще одна Вольво приостановка реализации, скорее всего, будет переоцениваться. И здесь вот такой вот полуприцеп 2008-го года. Просят за него 15 тысяч 824 рубля. То есть 7 с половиной приблизительно тысяч долларов. Трехосный. Тент вроде бы в более-менее нормальном состоянии. Резина. Резина не сказать, что совсем хорошая. Но еще какое-то время походит. Друзья, Амкадор. Сейчас посмотрим. Здесь есть еще такого формата спецтехника. Кстати, недавно также он у меня был в видео. Амкадор 2012-го года. ТОшка. 7,1 дизель. 44 тысячи 928 рублей. За него просят. До переоценки он стоил, кстати, 56 тысяч. 44 тысячи 928 рублей. Приблизительно 22 тысячи долларов. Колеса, резина под замену. Как спереди, так и сзади. Но особо мы... Давайте бегло посмотрим. И также есть еще вот два вот таких вот МТЗ. Раньше их здесь много было. Тоже долго они стояли. Но, тем не менее, все-таки распродались. Так, это МТЗ Беларусь 2822. Модель. 49 тысяч 926 рублей. И также они не переоцениваются. Стоят здесь от 23 августа 2018 года. И ни разу не переоценивались. Ну, из плюсов неплохая резина. В принципе, больше добавить и нечего. Навеска выглядит вот таким вот образом, друзья. И еще один МТЗ. Этот уже поменьше. Резина здесь уже на самом деле не очень. В не самом лучшем состоянии. 2013 года. Модель Беларусь. 2022.5 56 тысяч 454 рубля. То есть, 28, ну, 27, 27 с половиной тысяч долларов. Друзья, также есть такой погрузчик. Модель. Можете, собственно, ознакомиться сами. 89-го он года. 4743 белорусских рубля. То есть, 2200-2300 долларов. Насколько я знаю, он на ходу. Ну, вроде бы, по крайней мере. КОНЕЦ. 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 Продолжение следует...